Привет, друзья! Добро пожаловать на канал с микрофоном по жизни. С вами я, Александр. У меня в гостях Айкман Си-12. Но держу я в руках. Скарлетт Студио. Микрофон из набора. Итак, представьте, смоделируйте ситуацию. Вы молодой рэпер, который хочет прохавать весь рэп до конца, на что-то мешает постоянно, а не отправить ли мне гонца разузнать, какой микрофон можно взять, чтобы не странно, чтобы не зазорно, чтобы было прикольно, чтобы были все вокруг довольны. И вот у вас такая дилемма возникает в голове. Значит, смотрите, вы подписываетесь на канал с микрофоном по жизни, встречаете Александра, он вам там рассказывает разные штуки, вы начинаете понимать, ага, электретный микрофон, вы посмотрели, да, действительно электретник, надо взять взрослую, большую, конденсаторную, широкомембранную модель. То есть вы сразу же так думаете, ага, ну возьму там что-нибудь такое в пределах 100 баксов для начала, не буду прыгать туда в 300, там туда-сюда, возьму что-нибудь до сотки, и желательно, конечно же, вот пробежать мимо всех этих АТ-2020, АТ-2035, Льюит-240, да, СЕ-Электроникс-Х1А и ИЖИ с ними, ну и так 35, например. И тут у вас такая мысль, ага, так, ну вот смотри, Берингер там B1, X1S, сразу скажу, нет, S неудачная модель, слишком она свистящая, открытая, верхастая. Берингер? Возможно, да. 220-й АКГ, да, в принципе, почему бы и нет. А можно взять что-нибудь из отечественного производителя. Я обожаю людей, которые творят руками, люблю самоделкинг, поэтому, кстати, благодаря вам появился здесь у меня этот микрофон. Если вы знаете кого-то еще, кто делает микрофоны мелкосерийно, то прошу, направляйте его контакты, будем выходить, будем тестировать. И вот, смотрите, вы берете и заказываете микрофон в пределах не то, что там 100 баксов, даже в пределах 70, потому что текущий микрофон этот стоит в районе 7, там, может быть, чуть больше уже, пока будет курс расти, тысяч российских рублей. Итак, Eichmann C12 в сравнении со Scarlett Focusrite, да, то есть мы слышим, что звук несколько открылся, звук чуть-чуть поменялся, чуть больше транзиентов, чуть-чуть похолоднее стал звук, я бы сказал, потому что все-таки все электритники звучат несколько лампово. Не всегда это плохо, но когда у человека есть еще недостаток в обработке, он все, знаете, хочет вот свалить на микрофон, поэтому возьму большую мембрану. И все, вы взяли большую мембрану. Откладываю его, и дальше мы говорим чисто в Eichmann. Корпус. Понятно, что здесь конструкция вот такая, да, то есть Афанасий решил все сделать максимально за недорогой бюджет, но максимально по комплектухе. Смотрите, какая комплектуха. Капсюлек недорогой. Почему C12? Потому что это в китайской вариации CK12 капсюля, но на самом деле по чесноку этот капсюль лучше называть K67 с отводом, с боковым отводом, не с центральным отводом, потому что на самом деле 12 капсула выглядит оригинально, несколько по-другому, несколько иначе. Вы слышите, дает интересный, хороший, слегка такой перекрашенный ламповый звук. Но тут мы приступаем к другому компоненту, то бишь предусилитель, который в микрофоне, да, то есть вся плата усиления. Плата усиления финновская, поэтому полное название этого микрофона — FIN. FIN — это та схема, которую лично я уважаю. Привет, да, привет в Ташкент создателю финновской схемы, либо автору, тот, кто топит. Я не знаю, кстати, вот нужно с этим человеком будет зазнакомиться. Вот Стас Климентов, мой товарищ, тоже топит за финновские микрофоны. Это схема FIN. Что такое схема FIN? Та схема, которую я использую в своей октаве 105. Ну, уже год не использовал, живу здесь в Черногории, 105 с собой не взял, жалею. Это чистая, нейтральная схема предусилителя, которая передает без искажений и без изменения АЧХ все то, что сняла капсула. И поэтому Афанасий говорит, я изготавливаю, то есть самая младшая в линейке — это вот финновские версии, потому что у Афанасия есть еще, как я понимаю, возможность заказать уже для тех, кто хочет отслюнявить чуть больше денег копию 87-го, копию Элама 251-го и даже 47-е. Вот, взялся Афанасий делать, поэтому пишите, связывайтесь. Но мы вернемся к FIN. Итак, FIN — это та схема, которая передает звук мембраны. Поэтому вы можете, например, прислать свою мембрану. Лично я... Ну, опять-таки, есть теория, что капсулы звучат, и каждая капсула по-своему. И поэтому лично я бы хотел бы финновскую видеть примерно на 47-м капсуле. Не так ярко, потому что 12-ки — это открытые. Это не такие открытые даже, как К67. Но это если вот верить, знаете, там, например, сайту Microphone Parts, да? То есть каноническим таким вот представлением и стереотипам о капсулах, да? То есть 12-ка, она занимает среднее положение между 47-м и 67-м капсулем. Потому что 67-м, особенно китайский 67-м, давайте так, китайцев очень много в природе. Они яркие микрофоны, дают излишнюю яркость. Нам же нужно что-то среднее. Вы слышите сейчас этот самый сигнал этой капсулы. То есть что-то такое среднее между 67 и 47. Я хочу еще сделать, вот как у... Ну, чтобы звук был, опять-таки, не повторишь дважды 105-ю октаву. Но 105-я октаве такой интересный серединистый звук за счет, мало того, что капсюль такой-то, там еще и напыление наше. Потому что октава делает больше микронов, чуть тяжелее капсула, не такие вот высокие частоты. Зато середина прям Ноймановская. Вот, вы слышите звук и вернемся к корпусу. Да, корпус несколько дешевенький. Опять-таки, рассчитан на непритязательную публику. Если вам записывать чисто себя, вы готовы на микрофон потратить 70 долларов, но чтобы он классно отыграл эти деньги, то, ну, вот такое вот будет у вас на стойке. Если вам зашквар называть клиентов, и вы хотите, чтобы в кадре было что-то побогаче, даже там, может быть, и Focusrite для кого-то покажется, что богаче он выглядит, да? Хотя, ну, если честно, тоже такое, как бы, игрушка. Но, тем не менее, то есть корпусок такой, корпусок звенящий. Я даже вот сейчас, перед тем, как тестировать, проклеил его изнутри. Чуть-чуть помогло. Не так звенит, кстати. Не так уже он начал звенеть. Вот. Черным скотчем тканевым. Поэтому чуть-чуть он подтягивает. Но купить паучок на этот микрофон не проблема. К тому же, я думаю, что Афанасий, это мне он паук не прислал. Я думаю, в комплекте паук должен быть. Движемся дальше. Это мембранку. Желательно, я всем говорю, всем рекомендую, брать опыт Бои. Бои М-1000, Бои М-800. У них полностью резиновый держатель для капсулы. Поскольку капсула здесь стоит... Она стоит там вплотную. Видите, корпус звучит. Корпус звучит, прям так поет. То, ну, жестко капсула стоит. Это, вот это, пожалуй, те два недостатка. Один недостаток, да? То есть, это звучащий корпус и плотно стоящая капсула. Во всем остальном поругать этот микрофон не за что. Так, посмотрю, сколько мы уже пишем. С вами уже наговорили, прям наговорили. Хочу сейчас подвесить сюда. Давайте как бы вот бросим вызов подороже чему-нибудь. 55-й, а потом еще сравним на женском вокале. Как будет звучать так? 45-й, потому что все-таки, ну, это какой-то уровень такой хороший. Ну, я его называю нулевым уровнем. То есть, уровень, которым мы можем понимать, как микрофон звучит. Да, то есть, ярче, посуше, побогаче, по чуть-чуть стиплый, да, такой белорусску кажучий. То есть, нулевой уровень, от которого можно отбиваться. Вешаем сюда 55-й. Сказал, подвешиваем сюда, а подвесил сюда. Так, 55-й. Ну, пришлось мне немножко здесь колхозить, повторюсь. У меня нет оригинального паучка, потому что сюда, в Черногорию, мы решили отправить просто микрофон, завернутый в пупырку. Вот он приехал, вот он висит. Кстати, висит в пауке от 850-го так стара. Но, тем не менее. Итак, так 55, это фактически тот же так 45. Там чуть-чуть разница на пол децибела на верхах, но мы на 45-м испытаем на девушке. А 55-й со мной. Давайте же вернемся к схемам и к капсулям. То есть, смотрите, здесь 12-й, но это 67-й с боковым отводом. Это классический настоящий 67-й, но двойной. Опять-таки, сзади у него есть такой же 67-й собрат. По схеме у Так 55 нет трансформатора, у Айкмана нет трансформатора. Но, смотрите, вот тут чем принципиально отличаются схемы. Обычно производитель микрофонов старается капсулу свою, да, то есть снять АЧХ и схемой немножко капсуль подправить. Где-то мы видим, раздуваются высокие частоты, где-то есть натуральный спад, например, да, для того, чтобы, ну, не ловил микрофон ничего лишнего. То есть, какие-то такие заточки есть, кто-то сверхом играется. Финовские схемы — это как мотоцикл без тормозов. То есть, это вот просто сел и поехал, то бишь, кинул мембрану, и дальше она отдает полностью свой звук, весь натуральный. От края до края звука дает, играя, понимаете? Вот, поэтому мы сейчас слышим, как это все вкупе дает результат. И, возможно, кому-то понравится больше Айкман сейчас, возможно, кому-то больше понравится Тайк-55, и это нормально. Вот, даю я сейчас, давайте посмотрим, сколько на каждый микрофон. 35 и 38. 35 и 38. Это для того, чтобы мы понимали, какая чувствительность. Опять-таки, для уверенного, для хорошего звука, в принципе, где-то в районе 38, если я сейчас специально даю чуть пониже, 38 на Айкман даешь, хорошо работаешь. То есть, микрофон в меру, он не очень-то, не очень-то такой чувствительный. Прямо вот, знаете, как, например, если у вас 440-й льюитт, вы знаете, что такое комната, как она звучит, вы ее слышите на своих записях. Итак, каждый звукорежиссер желает знать, о чем отличается по звуку лидер в своем 100-долларовом классе от самодельного микрофона на базе CK-12 а-ля 67-й с боковым отводом. Каждый звукорежиссер желает знать, о чем отличаются эти микрофоны по звуку. Уконтрапупливаю руки. Каждый звукорежиссер желает знать, о чем отличаются эти микрофоны и как каждый из них звучит. Вот именно этот маленький 15 секунд и 7 секунд отрезок я обычно кладу в анализатор спан. Теперь что-нибудь такое. Замер троллейбус в троллейбусном парке, окно здесь открыто, и мне очень жарко, поскольку я не могу юзать кондиционер. Ра-та-та-та, люди ночами делают надо мной людей. Тур-тур-тур-туру. Вот, вот так он звучит. Сейчас еще послушаем девушку и начнем подводить итоги. Пишите, подписывайтесь, обязательно мнение об этих микрофонах. Очень сложно переиграть так 45, так 55, потому что это микрофоны для своего рынка, для своей цены очень знаковые. Ценового диапазона, поскольку я смело могу так 55 порекомендовать первее, чем, например, НТ-1А. Насчет НТ-1 не уверен, но там и цены другие абсолютно. Итак, послушаем девушку, анализируем АЧХ. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнцезащитные, мы с тобой внеорбитные. Результаты сравнения настолько неоднозначны, что я решил вот этот Бэй Фэй Ли, который сзади ничем вообще не отличается от 414, соответственно, называется 414, но звучит вот так по-своему. Для того, чтобы вы послушали, да, может быть, еще помните, как звучит микрофон. И еще раз призываю всех смотреть в максимальном качестве и делать поправку на то, что идет двойная конвертация. Сначала я из вавки делаю как бы, я делаю авишный файл, загружаю его на YouTube. YouTube по-своему декодирует, и потом в чем вы слушаете, так вы и наслушиваете. Поэтому если вы разницу слышите, вот тут вот это аксиома, если вы слышите разницу, значит, она прям там капитальная, разительная. А если на первый, знаете, слух так и не слышно, то надо качать вавки. Надо качать вавки на бусте. Заходите, качайте вавки, и вот получите вот такую примерно картину. То есть все будет здесь и с фокус-райтом, здесь вот будет с 45-м женский вокал, и здесь с 55-м, где я, соответственно, говорю, все эти три дорожки вы увидите. Но давайте теперь смотреть. Я даже не знаю, с чего начинать. Статику давайте, наверное, все-таки начнем с 55-го, с моего. Вот давайте с 55-го моего. Смотрите, 12-й на мужском дикторском голосе получил очень ровный, интересный, вот такой вот сбалансированный сигнал. А 55-й вот такой сигнал, да, то есть 55-й дал чутка больше вот той самой такой Ноймановской интересной середины. Вот, то есть мы видим здесь отличие якобы Сикеи 12-й на самом деле, еще раз повторю, 67 с боковым отводом, да, то есть она чуть-чуть здесь сдержаннее в серединке мембранка. И теперь посмотрим на женский вокал. Смотрите, это у нас специальный МИГ-2, МИГ-1. Я скидывал в группу, телеграм-группа для тех, кто на Boosty выбирает платный пакет, всего лишь 1 доллар в месяц. Не знаю, почему настолько малым, возможно, потому что я не промоутирую. Вот эту группу, там очень много чего полезного, друзья мои, и плагины, и все-все-все, ну и вавки вы тоже там можете найти. Вот я скидывал, говорю, угадайте, где здесь так 45 на женском вокале, а где Eichmann C12. И смотрите, вот это Eichmann, это второй вариант, а вот первый микрофон, это в 45-й спела Фиона. То есть мы видим, что здесь в 45-м по-другому немножко подошло, и полочка больше в 45-м. То есть вот то самое отличие. Видите? Но, по большому счету, во время работы, вот эти вот все, что после 10-ти, вот этот весь воздух, он вам особого влияния доставлять не будет. Только если вы не будете там перебарщивать с... Ну, с чем вы можете перебарщивать? Эксайтер какой-нибудь навернуть, который будет давать альяснинг назад. То здесь, в принципе, Eichmann себя в этих двух тестах показывает отлично. И сейчас я сделаю еще одно сравнение. Я же там попел. Давайте-ка мы еще раз 55-й, вот эту вот картинку, посмотрим, как он будет на мужском вокале. Точно посмотрим. Сказано, сделано. Теперь вокалы, исключительно вокалы. Итак, это Eichmann, это 45-й. Смотрите, так отрабатывает. А это вокал на мужской Eichmann 12-й и 55-й. То же самое подтвердилось, то есть серединка чуть больше. Это интересно, потому что в сравнении 45-й и 55-й мы такой разницы не наблюдали. Но опять-таки, видите, мы видим, что 55-й склонен подлавливать середину. Хотя 3,4 кГц. Давайте-ка посмотрим. Здесь с 4-х начинается различие. Ну вот. И это очень такие, знаете, интересные результаты. Я не ожидал от двенашки такой прыти. Не ожидал, если честно. И поэтому это еще раз подтверждает ту теорию, что не обязательно переплачивать, бог весть, какие большие деньги за качественный продукт. Особенно, если это касается вот самоделки. Да, мы видим, что в целом даже и вот в тестовом, просто в тесте на голосовое, на голосовое сообщение, мы видим, что вот 55-й себе верен. И поэтому хочу сказать, хочу подвести итог. Сидвинашка, микрофон прикольный. Если вы не притязательны к внешнему виду, если у вас студия не для клиентов, а для себя, то за эти деньги это очень хорошее решение. Почему я топлю за самоделкиных? Потому что ребята очень качественно относятся к своей продукции. Они подбирают детали, они смотрят, они выверяют. Каждый микрофон это штучное производство. Это не безликий контейнер, безликий конвейер. Хотя многие скажут, ну на конвейере, когда используется схема, опять-таки все, то там, ну, когда люди не появятся, там человеческого фактора нет. А здесь как раз-таки наоборот, человеческий фактор, который играет в вашу пользу. Так что ссылочку я скину на объявление на Авито. Еще раз благодарю Афанасия за предоставленный мне образец. Если у вас есть какие-нибудь интересные такие же кулибины, которые ваяют микрофоны, прошу мне скидывать, будем с ними устанавливать контакты. Афанасий это любитель. Это человек без профильного образования. Вот просто он захотел делать микрофоны. Я хочу с ним такое подписать интервью. Возможно, в будущем получится. Но вот как знакомство, как самый дешевый микрофон, мне он зашел, и вы видите, что он показывает результаты и не падает перед именитыми соперниками. Видите, он даже меньше дает верхушку, чем 45, чем 55. Это тоже о некотором говорит. Вот, финновская схема, мне нравится. Но вот тут, как говорится, исполнение. Доверяйте, верите. Все есть уже фанаты финновских микрофонов. Именно они вывели меня на Афанасия. И они, опять-таки, вы, число подписчиков на канале, именно вы сделали этот тест возможным. Поэтому будем ждать новых хороших микрофонов. Пожелаем, опять-таки, всем тем, кто делает микрофоны, не останавливаться. Шлите мне на тест. Буду показывать народу. С вами был Александр Спирит. Увидимся, услышимся. Впереди много чего вкусного и интересного.